Участниками Игры Непокоренных сборной наш телеканал посвятил целый цикл сюжетов. Истории невероятной силы духа, жажды жизни и несокрушимости смотрите в материале Анны Нестеренко. Они бегут, несмотря на тяжелые травмы, контузии и утраченные конечности. Помогает закаленная в боях сила духа. Наши воины и не только воины, наши спортсмены, что самые сильные в мире должны так настроить, такой боевой. Стараемся настроить их по боевому. Всегда в боевом настроении Вадим Свириденко. В 2015 он чудом уцелел в Дебальцевском котле. Во время выхода из окружения машина, в которой находился Вадим, подорвалась. Четыре дня он провел на морозе, затем попал в плен пророссийских наемников. Уже когда попал на нашу сторону, конечности были отморожены. И вердиктом хирургов стала ампутация четырех конечностей – кисти рук и стоп. Боец сохранил силу духа и веру в себя. Спустя семь месяцев на протезах Вадим пробежал пять километров. На сегодняшней тренировке преодолевают уже 18-й круг по стадиону. Поблажик для себя не делает. Настаивает он и его побратимы ничем не отличаются от других людей. Это реабилитация через спорт. Мы не паралимпийская сборная. Мы просто военнослужащие, которые воевали, получили ранения, прошли лечение, реабилитацию. И сейчас просто хотим заниматься спортом. Ищем себя в новых видах, совершенствуемся. Тоже под Дебальцево под обстрел попал Александр Ткаченко. Боевики атаковали запрещенными минами 120-го калибра. Несмотря на запрет врачей, Александр начал заниматься спортом. Теперь готовится показать достижения на международных соревнованиях. Два осколка пролетели. Один сюда попал возле шеи, а второй по голове. Наложили швов 18 и на голове еще 8. Врачи говорят, скажи спасибо ангелу-хранителю, что выжил. Павел Стрюк под Марьинкой получил перелом позвоночника. Почти два месяца не вставал с постели. Тогда мечтал поскорее вернуться на фронт. И снова начать бегать. Сделал и то, и другое. Хочу, по крайней мере, даже после травмы, попробовать добиться еще больших результатов, которые у меня были до травмы. Я уже пришел к тому, что я бегал в 15 лет профессиональным спортсменом. Испытание войной прошел и Олег Зимников. В 2014-м под Иловайском он попал под минометный обстрел пророссийских сил. Получил контузию. Учился жить заново. Без звуков взрывов, выстрелов и ежедневных потерь. Никому из нас доказывать уже ничего не надо. Мы доказали то, что мы уже побывали там. Мы вернулись. Живы и здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова